Здравствуйте друзья! В этом небольшом видео уроке я поделюсь одним из способов организации циклической смены цветов на управляемом светильнике. Тип светильника не имеет значения любой цветной, который имеет интеграцию в Home Assistant. Этот пример можно использовать в качестве атмосферной подсветки или ночника, а по его шаблону различные варианты подсветок и световых уведомлений. Я постарался все, насколько это возможно упростить и максимально подробно объяснить. Перед тем, как мы начнем, прошу вас подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. В стандартном сервисе включения света имеется множество опций, одна из которых называется Color Name. Она позволяет установить желаемый цвет светильника по названию и этот метод показался неоптимальным для решения поставленной задачи. Названия цветов пишутся в формате CSS3. Ссылку на перечень вы найдете в текстовом файле в описании. Тут можно посмотреть не только сами цвета и их названия, но и их коды. Кстати, коды тоже можно применять для смены цвета. Но для этой автоматизации наиболее удобным оказался вариант именно текстовых названий. Это позволяет избежать ненужных преобразований, форматирования и тому подобных вещей, отправляя в сервис нужное название цвета. Проще всего это сделать через выпадающий список. Эта сущность называется Input Select. Как обычно всю логику я делаю в одном файле паккаджа, ссылку на который вы найдете в описании под видео. В выпадающем списке я перечислил название цветов в том порядке, в котором они будут изменяться в ходе выполнения автоматизации. Следующий этап это создание автоматизации, которая будет синхронизировать цвет выбранный в выпадающем списке с тем цветом, который должен включиться на светильнике. Триггером автоматизации будет изменение состояния объекта Input Select. Тут нет уточняющих опций From или To, поэтому отслеживаться будут любые изменения. В действиях автоматизации запуск сервиса включения света, который позволяет передавать светильнику дополнительные параметры. Этим параметром является цвет, который соответствует новому состоянию триггера. А триггером, как вы помните, у нас является выпадающий список, который и содержит в себе название цветов. Параметр Transition отвечает за плавность перехода. То есть, какой цвет мы выберем из Input Select, такой и будет отправлен светильнику. Так как тут используются стандартные сервисы, то и светильники подходят любые имеющие интеграцию в Home Assistant, вне зависимости от производителя интерфейса подключения, главное цветные. Как менять цвет мы разобрались, теперь перейдем к решению задачи цикличности его смены. Для этого нам понадобится новая автоматизация. Обратите внимание, что по умолчанию я задал ей статус выключено. Сейчас разберемся почему. Триггером этой автоматизации является временной интервал, который я установил в 5 секунд, это периодичность смены цвета. Естественно, что вы его определяете самостоятельно, как вам больше нравится. А действием этой автоматизации является отправка выпадающему списку команды переключения на следующий элемент. То есть, каждые 5 секунд будет включаться новый цвет. Эту автоматизацию я и вывел в карточку. После ее включения, а она, помним, по умолчанию отключена, каждые 5 секунд меняется элемент списка и цвет светильника. Если быть точнее, то каждую пятую секунду, то есть, когда значение секундной стрелки заканчивается на 0 или 5. Поэтому первое изменение происходит не мгновенно после включения автоматизации, а только по достижении такого значения. И последний штрих – организация внешнего управления. Я для этого использую обычную ZigBee кнопку Xiaomi и события одиночного нажатия. Триггер может быть любой на логику, это не влияет. В действиях тут находится селектор условий. Его удобнее использовать, чем плодить несколько автоматизаций. Первое условие – светильник, который мы управляем, выключен. В таком случае автоматизация его сразу включает, это позволяет избежать задержки 5-секундного интервала. В качестве цвета передаем текущее значение выпадающего списка с тем же двухсекундным плавным переходом. И в конце включаем автоматизацию циклической смены цвета. При необходимости автоматизацию можно расширить, добавив сюда, например, задержку по времени, после которой отключить светильник и автоматизацию. Второе условие – светильник включен. То есть триггер один и тот же, но действия в зависимости от состояния светильника разные. В этом случае мы отключаем светильник. Автоматизация циклической смены цветов этого не делает, при ее отключении светильник остается работать. И затем отключаем автоматизацию, которая меняет цвета. Кстати, по достижении последнего элемента выпадающего списка, все начинается сначала, по кругу. Вот как это работает. После нажатия на кнопку светильник сразу с текущим цветом выпадающего списка, после чего в каждую пятую секунду цвета переключаются. Это будет продолжаться до тех пор, пока автоматизация не будет выключена. Порядок и скорость смены цветов вы определяете самостоятельно при формировании выпадающего списка и установке триггера автоматизации. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. Вы можете поддержать развитие канала, став его спонсором, либо оформить подписку на сервисе Patreon или сделав небольшой донат на BuyMeCoffee. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома. Буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео размещены ссылки на текстовый файл с кодом из этого урока, другие мои видео по данной теме, сервисы для материальной поддержки и мой телеграм-канал. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok